В рейтингах туроператоров, как и раньше, остаются безвизовые страны. Особенно популярна Турция. Здесь есть отдых на любой вкус и кошелек. А вот Египет на данный момент не рекомендует отдыхающим. Много вопросов связано именно с безопасностью. Несмотря на то, что уже давно там ведется работа по реконструкции аэропортов, обеспечение безопасности, недопуск ненужных людей, там вот мы читаем, что работа происходит очень большая, беспрецедентная, будем говорить, работа даже делается терминал специально для российских туристов. Вот. Ну тут дело, наверное, еще в большей степени связанное с политикой и с негативным отношением к нашей стране. И еще несколько рекомендаций от туроператоров. В последнее время Тунис становится одним из самых популярных направлений у российских туристов. Он вобрал в себя все основные преимущества Турции. Большая гостиничная база, безвизовый въезд, относительно доступная цена и возможность отдыха с детьми. Хорошее качество обслуживания резко подскочил Тунис. Насколько обучен персонал, насколько качественно убираются номера, насколько качественное питание, насколько быстрое обслуживание происходит. Это важный момент. Тем, кто собрался отдыхать в Европе, нужно понимать, что одним из условий оформления шенгенской визы – снятие отпечатков пальцев. Для этого нужно съездить в визовый центр в Москву. Напомним, шенгенская виза не нужна в Болгарию, Хорватию, Кипр и Великобританию. Там виза национальная. А вот, например, в Швецию, Данию, Норвегию нужен шенген. Первоначально, конечно, это негативно сказалось. Люди элементарно. Кто-то не хочет, кто-то не может поехать в Москву, потому что они работают в визовый центр, работают только в рабочие дни. Но сейчас все это нормализовалось. Люди спокойно к этому относятся, спокойно ездят. Никаких проблем. Время назначают сами клиенты. Мы подстраиваемся под них и практически 100% перенос 10-15-20 минут. Что касается горящих туров, здесь надо понимать, что многие из таких путевок благополучно горят не одну неделю. Например, из-за отеля, не пользующегося спросом, около которого может быть стройка или проблема с пляжем. Иногда горячий тур ниже аналогичного по стоимости из-за более дешевых билетов на самолет. Чаще всего низкие тарифы предлагают маленькие, неизвестные никому транспортные компании. Они вынуждены снижать тарифы, чтобы как-то конкурировать с известными перевозчиками. Среди путей сокращения расходов такие, например, как аренда более старого самолета. Мы говорим лет 5-8, гораздо большим уважением пользуются раннее бронирование. Есть возможность выбрать и отели, и перелет более удобный, который вам удобен. Когда мы говорим про горящие туры, то тут выбирать нечего. Тут путевка, конечно, идет, может идти по минимальной цене, но выбора нет. Какой остался самолет, на нем и полетим. Какой остался отель, туда и поедем. Так что прежде чем выбирать тот или иной тур, взвесьте все за и против. Не всегда дешево, это хорошо. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».